хорошо и найди тогда пожалуйста фотографию ты видела находишь и я нашла хорошо и давай в комнату диагностики 12 она здесь отлично хорошо и я даю команд диагностики разложи на количество фантомов посмотри на предмет затяжек затемнений искусств энергии воздействие том числе магических всевозможных интерференции магические воздействие присадок имплантов и народных объектов все чужеродные с комбинационной энергии проявляются 13 тоже полную диагностику смотришь и как следует ну то знаешь она вообще вся вся в сетке вот оба на нее на прошло какое-то как бывает капроновое полотно такое полупрозрачная и вот она находится под этим полотном это бы и проникает к ней какое-то видение свет но в то же время искаженный то сетка на ней сейчас я попробую внутри рассмотреть потому что мне конечно из-за этого полотна тогда давай пока наверно сеткой разберемся чтобы потом уже проглядеть все остальное я сейчас вот попробую рассмотреть что это это спустки энергии то есть это не магическое воздействие то есть она как только начинаю просматривать его структуру я не вижу как таковой но вот именно магической информации там это низкооперационная энергия довольно плотного слоя и вокруг нее но это не ее энергия естественно это энергия чужеродная давай знаешь сейчас может быть не инструментом пока ее убрать для того чтобы расчистить вот путь к фантомам а дальше будет понятно причиной ее установки возможно она кроется внутри там я не вижу сейчас хорошо давай давай сейчас посчитаю от единицы до трех и пусть проявится все ответственные за эту сетку и так я считаю ты не сто трех один два три проявлять все ответственность за эту сетку чужеродная низко воперационная энергия которую мы видели кто-то проявился не четко пока давай-ка еще раз команда хорошо я считают единицы до трех и проявляются все ответственные за эту сетку один два три проявляются все ответственные все ответственные четко и ясно проявляются зрение четко и ясно картину четкие ясно но я вижу канал от этой сетки и я вижу вижу представителя подземного мира это темный товарищ довольно большой стоит в стороне есть канал к али и за сына в руках у него даже какой такой инструмент который вот воздействует на эту сетку 100 лет то информационно не пойму однозначно фантом представителя темного мира так хорошо давай тогда время для него замерло так давай пока тогда посмотрим причину подключения в самую первую причину по ленте времени лента времени появляется перед тобой и лента времени раскручатся назад лента времени раскручатся назад и ты смотришь ты оказываешься в том моменте когда появляется эта сетка 1 2 3 на то только я вижу круг людей наши люди они как будто бы объединенный чем-то между собой энергетически значит что-то похоже на какой-то такой обряд но я сейчас аналогию проведу но по аналогии как бы на я расскажу как это выглядит на энергетическом плане не на физическом потому что мне показывает именно энергетический план а энергетический план выглядит наподобие какого-то ритуального действия люди сидят в кругу у них идет определенный призыв к энергиям и они открывают портал у них есть общая цель ну как бы такое ощущение что вот этот портал который они открывают своими энергетическими потоками как бы призывами это все идет в центре в центре у меня энергии горит по 5 я рассказываю про это что натискать киев в центре яйский план оно как бы киево все сидят будто бы вы возле костра какого-то вот но в любом случае это круг и и вот от этого костра наверх идет канал появляется очень мощный канал и канал этот идет он как раз таки не в космос не на но не светлый канал канал я не могу сказать однозначно что вот он прямо под землю идет будто бы из какой-то параллели выходит понимаешь вот какое-то параллельное измерение и вот из этого параллель не из-под земли но из параллельного измерения выходят вот эти вот сущности буквально на всех кто там присутствует накидывается подобные вот энергетические покрывала что ли и в этот момент происходит ну некое подключение все буквально все буквально находятся в каком-то таком ажиотаж я вижу внутренний трепет но это ошибочное представление потому что как бы их вводят в заблуждение вот что в заблуждении идет информация то есть люди сами они не планировали подключаться именно к этому каналу их цель была но та которая не преследовали довольно такая чистая в рамках представления каждого там о развитии и их всех объединяет общая идея а вот канал за сам по себе я только не могу понять это произошел сбой или это намеренно так канал должен был сработать вот этого я пока считать не могу но как факта что в итоге они все абсолютно все без исключения нет вижу только одна женщина светлая осталось короче хотели как лучше канал был возможно грязный был канал но она женщина явно в свете осталось вот одна я вижу ее она как бы во главе круга сидит а то есть ведущий как бы остался в свете я знаю ведущая ли на электрону массе новая информация она как будто бы да она больше энергетика обладает она вот вся светлая она не просто светлая остается она светится еще больше хорошо так и соответственно это подключка да это у всех это накинут абсолютно на всех и есть общий контролер этого всего поля вот это тот представитель который сейчас подошел он лично контролирует ее он контролирует вот это пространство но хорошо видимо может быть сбой произошло может быть так нужно было посмотри пожалуйста мы можем здесь переключить время события поменять какие-то то есть она приходила за развитием ее сейчас свободная воля отключиться от всех чужеродных низкооперационных энергий посмотри пожалуйста здесь мы можем что-то изменить но мне говорит она сама она сама пришла к нам и она согласна пребывать то пространстве в котором она находится в той пелене то есть она шла к этому это его ответ ну да да в принципе она согласна да но это сеанс осознанности как раз ее то есть душе нужно развиваться дальше поэтому у нее сейчас мы действуем только исходя из ее свободы воли да то есть мы исполняем то что она явным образом нас попросила то есть она хотя и хотела тоже прийти на этот что это было на собрании это в пелене вот это может быть оказаться но также она хочет чтобы мы сейчас убирали все отключки возможно потом она допустим те же самые ошибки это уже будет не к нам отношениями но по крайней мере сейчас у нее свободная воля именно на это есть поэтому у нас есть право на отключку и мы будем отключать сейчас этот канал здесь и сейчас вот поэтому что мы сейчас предлагаем да так как но вот обнаружено было это по точкам и сейчас будем убирать мы предлагаем сейчас вам открыть портал на вашей частоте и выбирайте все подключки и уходите для того чтобы выйти нужно заплатить сказал так счастлива отключись от него ты несла не синхронизируйте чтобы он тебе энергии не сажал так да она сама пришла так не он меня показывает три тройки я не знаю я не знаю чтобы это могло значить 333 показывает вот так давай тогда подключись к нему еще раз спроси ну не синхронизируйте просто сочетать с него информацию что три тройки значит а не знаю он говорит это цена вопроса смысле 333 это процентов энергии нужно что сейчас я попробую выяснить подожди я тайм не время я переговорю с ним так никит я поговорила с ним ну в общем это такая довольно серьезная структура энергетическая но вот я не хочу идти у них на поводу я все равно чувствую что у нас сильнее права и энергетика поэтому вот сейчас окрылем тем что как бы диктует свои условия я не предлагаю на эти условия идти вот и вообщем будем отключать просто думаю что будем отключать да и до этой структуре противоположные вибрации у них частота сейчас минус 24 то есть 24 герца у них минус давай сделаем плюс 24 вот а сейчас через себя пропустит поскольку у нее канал с ним плюс 24 герца даст алла и по каналу ему энергетический вот такой толчок да надо спросить пожалуйста валу ее только копия готовы ли она отключиться от его воздействия выражать ли она свободную волю на это готова ли и душа готова хорошо тогда с ее свободной воли все согласие я даю на счет три мощный энергетический удар 24 герца и на счет три пойдут вибрации плюс 24 герца 123 пошли вибрации 24 герца пока канал не оборвался но сама по себе вот этот энергетический слой темный он стал меньше истончился можно еще раз попробовать канал пока сохраняется давай тогда воронка готовы с порталом куда его потом ну он воронку не идет это игре к реальная структура хорошо тогда давай сколько герц сколько тебе показывает также также давай на 24 пьем хорошо давай и по свободной воли алые души мы еще раз даем 24 герца 1 2 3 пошли энергии пошли вибрацию но сейчас говорит что вы вынуждаете меня отключиться мы не вынуждаем это алые и свободную волю также как она пришла к вам также свободная воля она изъявила к нам пришла это закон я сказал тебе струну заплатить за все она заплатила в свое время вам заплатила сейчас нам у вас много также других людей которые вам принадлежат сейчас мы исполняем ее свободную волю как ты думаешь кому принадлежит ее свободная воля сейчас и я свободная воля принадлежит на так ли раз синхронизируйте пожалуйста с ним 1 2 3 ленты здесь да с ним не надо синхронизироваться потому что он будет сосать энергию у нас и переговоры мне кажется это не наш случай с темными силами словам их нельзя доверять сейчас у нас в действии в рамках закона рамка свободной воли она захотела это сделано никита может быть а мы будем сразу когда отчитку применять он идет ну кстати да она тоже выявляла просьбу на это смотри пусть он в сторонку отойдет я давай погибли на спала я посмотрю что еще есть у нее хорошо пожалуйста нарисовать энергетические поля все все давай перед тем как ты будешь смотреть на черте пожалуйста пентаграмма вокруг него чтобы он поспокойнее стал да я сделала хорошо отлично и и давай тогда дальше диагностируешь полная диагностика что там под сеткой поскольку она сейчас сетка стала прозрачная вот после энергетического удара именно подключка сохранилась сетка и не сетка это как будто бы валь такая она стала прозрачной то есть энергетические вибрации подействовали видишь на нее так сейчас просмотрю и и внутри внутри я сущность из какой-то там а подземного мира не вижу сейчас с головы до ног то рассмотрим да я вижу у нее я голову первое смотрю вижу у нее ткат трубочка как будто бы из ухо торчит так и внутри вот не сама шнура к винта оттап прямо внутри черепа но стоит такой си и чип куда идет канал канал идет наверх давай по команде кто проявится давай хорошо на счет 3 проявлять все ответственные за синий чипа 123 проявляются ну вот у меня появился представитель это уже космический знаешь а не рептилоид похож на гуманоида с такой большой яйцевидной головой огромными глазами такое сморщенная все его кожа а цвет серый но это серые грей и вообще-то это нейтральная такая нейтральная цивилизация поговорим с ним или как да чё с ним говорить все равно не договариваются давай нам понять это почему не и подцепление почему типа и установили приходит информация тебе ясно но это тоже внедрение причем это внедрение у нее произошло после того как ее общие вибрации а он мне сейчас говорит что ее общие вибрации они имеют цикличность причем насколько высоко они поднимаются настолько низко они падают то есть очень большие перепады из-за перепадов вибрационного поля вот этого она неосознанно посылает определенные сигналы в пространство когда именно в момент скачков пространство считывает вот эту частоту скачка вибрации и в данный момент вот эти импульсы они проявляются в общем пространстве такой вот матрицы то которую мы не видим своими глазами но это энергетические поля которые не в человеке присутствуют а допустим около земного пространства и так тогда люди которые подобные импульсы издают они становятся заметными для внедрения чужеродных программ эти программы они внедряются не то есть автоматическом режиме не так что кого-то одного выслеживают и потом подключаются именно к нему это такая развитая сеть тоже вокруг но к сожалению земного пространства и в автоматическом режиме когда идет скачок в определенной частоте идет подключение и вот эти чипы они как бы на физическом уровне на энергетическом уровне а выглядят как чипы но на самом деле это такая некая программа программа она идет на в большей степени внедрение негативных элементов но не в разум не в голову не в мозг как таковой физического объекта земного а именно в его энергетическую структуру то здесь нет никакой ассоциации с мозгом с мыслями здесь вот все завязано на низко вибрационных частотах которые человек потом его стимулирует этот чип вырабатывать и все частоты они идут на подпитку вот всей той матрицы из которой они пришли хорошо хорошо спроси у аллы она хочет снять этот чип если свободно так говорит очень хочу хорошо твоя свободная воля в раз есть мы это можем сделать хорошо давай тогда сначала предложи представители самому снять либо будем через энергетическое воздействие делать сейчас вытаскивает он сам вытаскивает от нее из уха пусть снимает все свое и будем сейчас проверку огнем делать пусть вытаскивает все и отпуск отпуск если все вытащить сам выпускаем просто давай сделаем проверку нет ли импульсов и так вот визуально хорошо и давай я сейчас делаю проверку если он что-то не снял если что-то осталось еще начинает гореть красным ярким пламенем 1 2 3 горит нет я тут ярко пламени нет но немножечко что-то поблескивает давай снимаю дальше качестве что-то сократно вот кивает мне сейчас так давай еще раз проверяем и так если все снято то не горит если не снято начинает гореть красным ярким пламенем 1 2 3 нет нет хорошо открываем и портал на его частоте пусть уходит безвозвратно есть закрывается портал до закрылась хорошо так что еще так у нас головой все сейчас просто сущности я больше не вижу макетического воздействия не вижу ну в общем-то у нее довольно чисто так проверь пожалуйста вам я поле проверь пожалуйста нижней чакры не внизу все чакры от проверье если какие-то там что-то если видишь по чакрам пройдись по столбу энергетического по правилой трубки но у нее нижние верхние чакры в принципе работает не очень хорошо на прием энергии а вот не могу сказать что там стоят какие-то пробки искусственные но такое чувство что они не развиты себе не прокачены остальные чакры вот у нее она на физическом как бы уровне я вижу что в районе от солнечного сплетения солнечное сплетение чуть выше у нее есть некая тяжесть а вот но ее астральное тело самому по себе то которая отвечает вот за третью чакру она очень плотная плотная она и плотная четвертая то есть там есть и сгустки но эти сгустки вот это я бы назвал я так ментальная конструкция фракции астрала вот они сами по себе тяжелые это ее внутренние не чужеродная здесь нет влияния сторонние энергии на это это внутреннее эмоциональное то что касается вот те третьи чакра там происходит сдавливание на но самом тонком теле довольно много вот этих фракций большей степени я скажу что это эмоции страхов очень много у нее различных страхов они лежат как металлические конструкции внутри этого старой натип проекции страх как бы закрывает и поступление энергии в сердце до 3-4 на вся остальная энергия она более-менее безобидная она периодически с помощью вот своих мыслей ищите вот она эту энергию прокачивает из астрала а вот страх от я говорю те вот тяжелые конструкции которые просто внедрены у нее уже понятно страх короче остался и это основное то что вот это вызывает дисбаланс энергии не не дает энергию спокойно проходить по этим чакрам на то есть какая-то морская заслонка получается и за страхами своего жена то есть это не внешнее воздействие нет это не внешнее воздействие это воздействие внутренние но очень такое статичная так хорошо это мы тогда уберем при прокачке до энергии это нужно прокачивать это нужно прокачать прокачать энергию и и сам и саму и наверное да еще потом саму гитлозе ли но само это однозначно должна проводиться постоянная работа вот а сейчас прокачать зацепить я предлагаю энергетическим потоком зацепить пусть энергетический поток пойдет сверху как крабик бывает такой зацепляет эти конструкции и протаскивает через весь ствол наверх наверх и там и там уже в космическом пространстве растворит не вниз потащим нет иначе зацепятся за эти страхи подземный мир мы туда это все перенесем наверх отлично отлично так это уже в конце будем делать когда или сейчас можно сделать можно сейчас отлично давай сейчас тогда хорошо тогда так энергию сколько и нужно вот это чтобы поднять снизу вверх делать поток фиолетовый поток энергии который будет входить через самую верхнюю чакру от сахасрару и спускаться на уровень астрального тела на уровень третьей чакры в астральном теле этот поток будет впитывать в себя скажем так все вот эти вот негативные конструкции которые есть и потом мы будем выталкивать прямо выталкивать через 4 5 6 7 наверх и пусть растворяются там в космическом пространстве хорошо и так давай я посчитаю 5 единицы до 3 и пойдет поток 1 2 3 пошел поток через сахасрару к 3 чакре и затем циклично наверх ну вот работает сейчас потоком производится мощная чистка поток зашел в астральное тело и начинает захватывать эти конструкции не так быстро все происходит протаскивается наверх сейчас она прошла через ментальное тело казуал вот хическое тело и наверх но недостаточно нужно еще поток потому что поток не цепляет сразу все конструкции еще давай опять да да даем вот часть конструкции вытащили хорошо давай еще раз даем потоки 1 2 3 в астральное тело наиболее эффективно прорабатывает все убирая гармонично на всех уровнях вот сейчас у нее лучше начал входить поток через верхнюю чакру сам по себе то есть подобное сейчас прокачка уже можно назвать что уже поток начал заходить самостоятельно хорошо а вот я третий раз делал хорошо давай третий раз третий раз и есть прошло продиралась она очень сложно и я и хочу просто предупредить что возможно на уровне физики у нее вот как реакция где-то будут поболеть что-то где-то в груди либо это в кашле каком-то проявится либо это вот тяжесть в груди может проявиться может проявиться в горле чем-нибудь охриплости или боли в горле и может проявиться в виде головной боли вот что-нибудь одно из этих может если возникнет пусть она не пугается потому что чистка сейчас была мощная и поскольку затрагивала она все чакральные верхние системы а вот она прошла не только на астрале но и идет прочистка ментала тем самым открылся большой поток информационный энергетический который теперь у нее верхние слои пробил вот возможно изменение сознания сейчас какая-то тяга стремление к тому чтобы получить больше какой-то информации еще что-то то есть это все тоже будут следствия того что мы сейчас сделали хорошо так посмотри спине в районе левой лопатки это вот с этим с 3 4 чакры это как бы с другой стороны получается спина левая лопатка ощущал движение ну но сущности нету сущности никакой здесь нет я вообще вот это сейчас вижу сзади спине как спазмы мышц лопаточной части но это физическое проявление энергетических процессов вот о чем я говорю очень большая скованность и скованность страхами а вот если астрал скован автоматически сковывается и эфирное тело эфирное тело находится в напряжении если не расслаблять его не управлять им будет проявление на физическое тело уже как следствие поэтому вот я это вижу сейчас как я сказала именно мышечный тонус такой нет энергетический никаких здесь завязок но эзотерических по крайней мере хорошо хорошо так тогда здесь пока вот кроме нашего товарища первого все да все так тогда мы можем переходить к процессу отключения и так перед тем как мы отключим все до программы воздействия каналы спроси у аллы ее тонкой копия готова ли она по свободе воле души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение готова она сделать это да готова хорошо и готова она отказаться от программ страдания жертвования беспамятства и выбрать энергии свободы любви гармонии единства и распоряжаться своими энергиями взять ответственность и аннулировать все договора которые мешают ее развитию все договора которые являются чужеродными энергиями от которых она хочет избавиться готовы ли она аннулировать все эти договора воздействия и прекратить полное сотрудничество готова отказаться да готова хорошо и тогда пусть я буду сейчас читать вслух она пусть повторяет за мной ее тонкая копия итак я вызываю все соглашения контракты договоры которые заключены осознанно и неосознанно все кармические договоры контракты рода контракты на воплощение миссии а также все то что имеет мой энергетический отпечаток на временной линии и на всех других в прошлом настоящем и будущем внутри всех измерений плотности уровней сфер реальности я вызываю все повторные фрагменты копии резервной копии зеркала экземпляры контрагента а также всякого рода дополнения к соглашениям контрактам и договорам так вылезли какие-нибудь договора ну довольно много у нее сейчас это выглядит как вот вокруг нее будто бы какая-то воронка под ней под ней и вот эти вот все листочки которые вокруг нее окружаться хорошо спроси ее тонкую копию вот эти все договоры она их видит она их знает она хочет всех аннулировать и все они ей не нужны спроси ее тонкую копию именно как она считает да я хочу избавиться говорит хорошо хорошо и тогда пусть повторяет за мной и так внутренней властью моего суверенного я я объявляю что все эти соглашения ноль аннулированы я аннулирую я отменяю расторгаюсь эти соглашения а также все копии контрагентов повторные положения дубликаты дополнения резервной копии скрытые копии зеркала и все перечислены ранее пусть говорит я посылаю все эти соглашения все варианты ранее перечислены в галактическое ядро для трансформации в первичную энергию я возвращаю всю свою энергию которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законного права распоряжаться собственными энергиями я беру ответственность за свою жизнь свои руки и выражаю намерения своей души и личности я отказываюсь от программ страдания жертвования беспамятства с этого момента я выбираю только энергии свободы любви гармонии единства по праву на защиту своего личного пространства я обливаю на всех вибрационных уровнях объявляю на уровнях планах измерениях реальности что мои энергополя моя сущность душа личность сознание физическое тело под абсолютной защитой от любого воздействия и вторжения в том числе дистанционного внутреннюю власть своего суверенного я объявляю любое воздействие даже на уровне намерения от людей от существ любого плана уровня реальности на любом вибрационном уровне автоматически блокируется моя энергия абсолюта защищает меня от всех направленных и не направленных на меня враждебных и вредоносных мне влияние любой природы любого характера и происхождения из известных мне и скрытых от меня источников от любых вмешательств в мое энергетическое поле и сознание с любой целью мое намерение защищает меня от любых существ сущий духов демонов призраков фантомов кубов суккубов джиннов имплантов подселенцев под программ любых предметов объектов субъектов энергии уровнях плотностях измерениях воплощениях временах и снах свободно провожу свои истинные энергии души на человеческий план в том объеме который посчитаю нужным всем участникам матрицы всем членам совета и их представителям я запрещаю на меня влиять вторгаться в мое пространство все существа нарушающие этот запрет автоматически отправляются в балансическое ядро для трансформации в первичную энергию силы моего намерения я беру ответственность за все свои энергии осознанные или неосознанные моя свобода начинается здесь и сейчас во всех мирах между миром планетах реальности уровнях плотностях измерениях воплощениях временах и снах силам его намерения да будет так а так и есть прочитала она что происходит напиши она прочитала я хочу сказать что просто это воронка если она раньше выпускала воздух наверх благодаря чему вот эти все листы они летали вокруг нее сейчас все листы такое что она всосала в себя воронка сама по себе всосалась в себя все эти листы хорошо вокруг нее ничего нет хорошо воронка так да и так сейчас как она выглядит проверь еще раз во-первых изнутри она светится она вся светится изнутри и причем центром ее свечение вот сейчас является как раз астральное тело астральное тело вот там где мы сейчас чистку сделали астрал ментал это туда выходит прям как будто из кристалла души вот разливается по всему энергетическому телу свет но самое главное я вот хочу сказать что канал вот с этим эгрегором который был в самом начале у нас он порвался и я все не вижу вокруг нее никого кроме нее а вот нет ни пелены как бы которая была вот этой вуале нет ни сущности ни канала ничего вот она одна чисто стоит вот наполнена внутренним светом так и есть так и есть отлично хорошо очень хорошо и давай тогда у нее есть вопросы к высшему я и поднимайся на уровень к высшему я аллы насчет тари ты на этом уровне 1 2 3 да я здесь так какой-то уровень 6 6 хорошо высшая как найди высшая и какой образ она принимает для общения образ женский ну я предполагаю что это образ предыдущей реинкарнации женщина одежда ну как будто бы она национально даже я не знаю с элементами какой национальной длинная юбка на ней белая ну я так назову это блузой рубаха может быть она расшита узорами но это не русская народная одежда поясом подпоясана сверху это рубаха расшитая ну довольно красивый такой образ народный предстал волосы светлые хорошо длинная хорошо и и давай синхронизируйте пожалуйста высшим я на счет 3 1 2 3 синхронизируйте с высшим я есть здравствуйте здравствуй вы высшая я Алла верно благодарим вас большое что вы пришли Алла очень хотела с вами пообщаться и у нее есть несколько вопросов ответите на них да с удовольствием хорошо ну вот такой вопрос первый сколько у нее кармических узлов на эту жизнь было и сколько из них она уже прошла три узла и она 3 проходит сейчас плавно и медленно проходит его от того насколько она его пройдет будет исход реализации ее программы можете раскрыть я думаю у нее есть уже понимание раз она проходит раскрыть кармический узел да но что и обратить внимание в прохождении узла в котором он сейчас находится это самый главный узел по нашему усмотрению поскольку он ведет к духовному росту не просто к прохождению кармических привязок и отработки кармических долгов но этот узел он ломает все ее представления все наработки которые она имела до этого в ее души и в ее заложенные и в этом воплощении в предыдущих реинкарнациях она настоящий момент пробивает сама себе путь этот путь довольно сложный поскольку как вы видите внутри нее происходит очень мощная смена как на ментальном уровне так и на тонком плане она сейчас пытается вырваться из привычного социального замкнутого пространства в мир в тонкий мир тонкий план и ищет для себя иные ценности нежели те которыми она прожила первую часть своей жизни не всегда это приятно для нее и зачастую большей степени я вам скажу это сопряжено с не очень приятными событиями в ее жизни и ее восприятие но именно поэтому это называется кармическим узлом потому что это переломный момент и это прохождение пути понятно хорошо вот прошлых ее воплощениях скажите пожалуйста что но может быть как пример расскажите прошлое воплощение и что ей желательно знать в этой жизни для осмысления для понятия просветления причинно-следственных связей она просит раскрытие что-то из прошлых воплощений хотите показать но если вас интересует предыдущего воплощения то проживала она в австрии это ничем не выдающиеся в социальном плане воплощение более того что просто свое воплощение она находилась в спячке большого духовного развития не производилась душой и именно поэтому в качестве некого кармического узла есть духовное развитие как вы понимаете духовное развитие она присутствует в программе любой души но поскольку ее душа находилась именно в спящем состоянии и предыдущем воплощении не выполнила свою программу именно по развитию это легло как кармическое дополнение на эту жизнь хорошо так но и как же есть все таки тогда баланс вот этот соблюсти найти здоровый баланс вот в своем духовном развитии но сейчас поскольку она занимается реализацией своего духовного плана она утоляет свой духовный голод представьте это как нищие голодавший неделями человек добирается до еды и может употреблять все подряд для удаления своего голода без разбора о качестве еды также происходит в ее жизни сейчас поскольку она утоляет свой духовный голод не нужно порекать ее порицать ее за это сейчас когда она уже наелась и я могу сказать вам точно что она уже сыта сейчас ей стоит обратить внимание на качество на качество информации получаемой из внешних источников необходимо всегда перепроверять информацию с своими внутренними духовными потребностями также как и в еде не каждый физический организм воспринимает по хорошему одну и ту же пищу и каждый организм требует в большей степени одних или иных элементов также и в духовной пище все нужно сопоставлять соотносить именно со своими духовными потребностями информации много и я не могу вам сказать что информация бывает хорошая или плохая качественная либо нет есть та информация есть те пути развития которые подходят вашей душе для реализации программы есть которые не подходят вам но подходят кому-то другому именно поэтому из всего объема информации которая она имеет я повторюсь нужно пропускать через себя и если она на интуитивном уровне будет ощущать что эти эта информация своими потоками несет благостное для нее состояние значит и это ее информация в противном случае воспринимать эту информацию просто как факт наличие в жизни для расширения опыта ментала но нисколько для своего духовного роста хорошо и тогда прошу в процессе разговора чтобы вы по максимуму синхронизируясь с Аллой чтобы она могла вас слышать чтобы чувствовалось как раз на интенсивном на сердечном уровне резонирует с ней эта информация нужна она ей или нет потому что конечно же да человек стремится к развитию духовному и на этом пути ну очень непросто сориентироваться вот как я понимаю вот эта сетку которую мы сейчас видели она тоже из лучших побуждений души ну не души а личности до физической личности была стремилась видимо к росту до духовному но видимо не совсем то получилось что хотела то есть как и избежать в дальнейшем повторения таких ситуаций если я правильно понял эту ситуацию да вы правильно поняли эту ситуацию абсолютно правильно и на пути духовного развития очень легко попасть в ловушки тем самым наоборот загрязнив свою карму потому это называется путем одоление и я повторяю для того чтобы среди у общей информации среди всего объема который присутствует в матрице земли на данный момент она обрела именно свои потоки энергии она должна непременно научиться синхронизироваться по работе со своим высшим я у нее также есть небесные помощники поскольку душа ее является относительно молодой проживая четвертую жизнь на земле для прохождение пути с учетом ее предыдущего воплощения в данной жизни ей данные помощники наставники не только я контролирую прохождение пути ею ей нужно научиться синхронизироваться с ними она никто кроме нее не выполнит эту работу это именно то что является таинством души когда человек внутри себя в своем сердце в душе и мыслью направляет и соединяет эти потоки воедино не обязательно ей слышать голоса принимать информацию но достаточно на интуитивном уровне ощущать потоки тепла благости сети во который исходит от от синхронизации от того вопроса заданного если она сомневается она может задавать вопросы синхронизируясь с нами и от тех ощущений которые она получает в ответ не обязательно слышать голос не обязательно слышать четкий ответ достаточно проводить на уровне ощущений и со временем она научится отметать отделять шелуху от истинного зерна хорошо так ну вот на этот вопрос я думаю уже почти ответили но возможно вы что-то еще захотите сказать какие у нее основные задачи и уроки этого воплощения но я в первую очередь повторюсь и скажу что это ее личностный рост рост ее души и как я сказала это переломный момент сейчас ее жизни насколько правильным путем она пойдет сейчас настолько будет зависеть исход реализации ее программы в этой жизни хорошо да так если какие-то программы рода которые на меня негативно влияют и другие возможные программы которые ограничивают возможности развития на спрашиваю но родовых программ у тебя сейчас нет поскольку ты правильно сделала что произвела чистку отказавшись от любых негативных программ и я могу сказать что у тебя была родовая ветвь по линии матери родовая программа она воздействовала на тебя и на твое будущее поколение негативной информацией это слона 7 поколений вы являетесь четвертым поколением с тех пор как запущена была эта программа но программам вся направлена на негатив в личной жизни на отработку этой программы потребовалось бы 7 поколений вычеты четвертое поколение но сейчас эта программа прервалась благодаря тому что ты отсекла от себя программа молодец молодец отлично хорошо так да также она хотела у вас еще спросить до чтобы возможно вы еще также посмотрели осталось ли на сегодня в моих тонких телах еще не устраненные сущности тонкого плана лярвы и прочие темные энергетические привязки всякие роды темные подключки такие как импланты импринты чипы жгуты канала связь по забору энергии снято ли все темные магические привязки скажите пожалуйста если вы у тебя были сейчас эти привязки ты бы не смогла переговорить со мной канала бы не было сейчас между тобой мной существует максимально чистый светлый канал по которому идет поток энергии и циркулирует между тобой и мной если ты в дальнейшем сохранить этот частоту этого канала и более того энергетически будешь его раскачивать ты сможешь слышать напрямую мои знаки она сегодня у нее какие частоты вибрации физического тела и сознания интересуются тебя очень сильная циркуляция и очень большие перепады вибраций и частот в твоем биополе поскольку ты сама подвержена тому чтобы без бесконтрольно не контролируя свои вибрации энергии подключаться к негативной информации именно потому я не могу тебе я могу сказать тебе твои вибрации на данный момент я могу назвать тебе средние вибрации которые присутствуют там биополе но я не могу назвать тебе постоянные вибрации поскольку она у тебя постоянно меняется в крайности хорошо среди 25 сейчас носить на данный момент вибрации твои достигают 25 герц сейчас в данный момент вибрации достигают 25 герц в среднем среднем вибрации 1517 так вот уже выше получается уровня земли 12 половина у нас сейчас стал он то есть ну то есть хорошо хорошо 1517 но скачки до скачки от самой высокой точки до самой низкой предельно допустимой так хорошо вот она спрашивает это вы уже сказали то есть насколько сегодня очищен рот моей души то есть мои корни мои реинкарнация дает вот твои будущее от очищены что касается прошлых это все осталось просто да это все прошло хорошо так какое у меня на сегодня количество активных спиралей днк и я не знаю чем ты говоришь сейчас в нашем понимании нет подобного о чем ты что ты имеешь ввиду днк души и земного человека днк физического тела я немного не поняла твоего вопроса ну видимо она имеет ввиду что в связи с переходом да вот который земля уже совершила люди еще пока не все и возможно в этом своем физическом теле не перейдут до вот считается что активация там всех 12 нити днк может произойти и в общем-то это связано скорее с так скажем переходе она как бы идет в ногу с переходом да то есть происходит на физическом уровне изменения с лезть и вслед за изменением вибрации и и я поняла о чем ты говоришь просто вы своими земными понятиями немножечко упрощаете понимание того что происходит на самом деле вы склонны все это заключать определенные рамки в заключать физическую оболочку но касательно тебя я уже ответила сейчас в твоей жизни происходит переломный момент именно в этом переломном моменте будет понимание то прохождение как твоей программы так и возможности твоей души набора настолько чистой настолько высоко вибрационной энергии того уровня которая будет способствовать перехода ее в четвертое измерение и потому я не буду отвечать на твой вопрос в тех деталях которые ты запрашиваешь в рамках понимания земных процессов но я отвечу что ты стоишь довольно на высоком уровне сейчас прохождение и подходишь к тому уровню если не сорвешься сейчас не уйдешь в минус по набора своих вибрации ты проходишь на четвертый уровень но это будет не в этом воплощении ну как и у большинства землян это нормально хорошо да потому что крайне тяжело физическое тело здесь перестроить под 4 ты физическое тело это так хорошо значит она спрашивает вот 11 июля она участвовала в онлайн церемонии кресло вознесения сеанс проводила ясновидящие и и сообщили что у нее имеется много иллюзий каких многочисленных иллюзиях шла речь мне нравится потоки информации которые ты получаешь в коллективных собраниях которым так сейчас стремишься и и я хочу предупредить тебя о том что участвуя в подобных церемониях без разбора ты рискуешь подцепить очень много негативной вирусной энергии которые вместо помощи окажет очень негативное воздействие на твое развитие и потом хочу предостеречь тебя от повсеместных подобных собраний быть аккуратно поскольку люди приходящие на подобные мероприятия обладают совершенно различными энергиями имеют совершенно различные присадки потребности и момент когда ваши энергии в круге объединяются они могут открыть портал для сущности для перехода сущности от одного к другому для заражения одного другого третьего человека сущностями поэтому я предостерегаю тебя что касается иллюзий я отвечу я скажу что у тебя действительно нет четкого понимания того в настоящий момент но это не твоя вина не твоя ошибка это твой путь и твое учение у тебя нет четкого понимания того что есть хорошо и что есть плохо и казалось бы не должно быть такого понимания но ты четко разделяешь для себя ищешь какие-то пути и без разбора начинаешь верить в ту или иную информацию тем самым ты накручиваешь эту информацию на себя и погружаешь себя в определенную иллюзию все ясно так и последний вопрос она не могли бы вы рассказать где находится ее звездная семья то есть то место откуда ведут вот те самые кураторы небесные помощники сказали которые наблюдают помогают родственники друзья вот то что она звездной семьей называет и то место где ну вот она тоже это называет как бы где многократно воплощалась но все твои воплощения они были земными и душа твоя была рождена на земле вот твое четвертое воплощение она на земле потому в звездной семье я не могу сказать что ты была твоя душа рождена от иных цивилизаций нет она сформирована в рамках планеты земля на своем пути в своей жизни ты пересекаешься с представителями иных цивилизаций ты общаешься с ними в человеческом обличии поскольку они проживают сейчас и в твоей семье тоже присутствуют такие люди днк которых днк души которых принадлежит иным цивилизациям ну я просто не могу понять что ты считаешь своей звездной семьей она твоя звездная земля на земле она тебя сейчас четкая привязка именно к этой планете несмотря на то что общение и опыт ты приобретаешь и от иных представителей ну понятно знание такого раз не было доступно ранее то есть это имеется ввиду что вот кураторы кто и помогает да то есть это наставник высшие да вот небесные помощники они в мире душ получается сейчас да да и после того как она закончит все циклы всех вот реинкарнации на земле она далее уже будет решать что и дальше делать то есть может быть она в другие системы звездные пойдет при наличии определенного опыта определенного качества энергии вибрации хорошо хорошо что то еще напоследок ей хотите сказать я хочу предостеречь ее мне действительно очень много сомнений она хватается за одной за другое пытается постичь истину и находится порой в неком колесе информации каких-то событий когда вся эта информация превышает возможности ее ментального тела ее астрального тела оценить и переработать эту информацию и я просто хочу посоветовать ей быть несколько последовательной в своем развитии не торопиться ты сейчас находишься на правильном пути иди спокойно по этому пути ты все успеешь не нужно гнать ведь тот кто торопится не обязательно придет к финише первым и главное не потеряться на этой пути не сбиться с дороги и набрать нужное хорошее качество энергии вибрации информации опыта хорошо спасибо большое за то что пришли за то что ответили на вопросы и благодарим вас и прощаемся с вами я благодарю вас за этот разговор во благо спасибо или на рассинхронизируйся 123 хорошо и перед тем как давай теперь подкачаем энергиями с выставим защиту посмотри пожалуйста сколько ей процентов закачивать и цвет так закачиваем сейчас максимально можно ей 32 это максимум можно можно и до максимуму сейчас про вибрации я вибрации да сказала сейчас про вибрации энергии у нее сейчас 129 так нужно и поднимать до поднимать будем у меня 200 стоит 200 до 200 спокойно можно поднимать фиолетовый голубоватый белый хорошо я посчитаю до 3 и насчет 3 200 процентов фиолетового голубоватого белого цвета энергии начнет входить не один два три пошла энергия максимально эффективно распределяется потоки скажешь что не дохлала хорошо есть есть стоп хорошо так вибрации еще раз посмотри до 32 поднимаем или все-таки посмотрю какие нормально будет хорошо сколько она возьмет 32 многовато мне показывает что это ее планка да куда она может поднимать но готова ли на данный момент пока давай 29 возьмем ну нормально хорошо давай 29 герс насчет 3123 пошли вибрации да идут активные вибрации есть и есть хорошо и синхронизирую энергии вибрация есть есть хорошо так и в защиту сколько и давай дадим тоже 200 в защиту поскольку вот она повседу ходит и действительно и необходимо это защита 200 процентов даем белый серебристый и розовый поток защита и хорошо я посчитаю до 3 и 200 процентов защиту белый серебристый розовый 123 устанавливается защиту максимально эффективно создан каркас вокруг тоже все сформировалось есть окон защиты сформировано все хорошо и возвращаем обратно в тело ты у у у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok